Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Собственно, случилось то, что должно было случиться. В Telegram появились голосовые чаты с неограниченным количеством участников, как в группах, так и в каналах. Я говорил, что Clubhouse – это хайп. Если в телеге появятся голосовые чаты с ботом, который будет содержать базу открытых в данный момент комнат, Clubhouse падет. Бота пока нет, но комнаты уже есть, причем сразу под Desktop, не говоря уже про Android. И никаких инвайтов. На Desktop функционал несколько ограничен, но все-таки покажу, что и отсюда можно работать. Собственно, запускаем голосовой чат. В данном случае в группе, но можно и в канале. И ждем, когда набегут слушатели или приглашаем самостоятельно. Насколько я понял, всем участникам группы приходит уведомление, что в группе стартанул чат. А вот уже поделиться ссылкой отсюда, похоже, нельзя. Ну то есть у меня это не сработало, поэтому переходим к мобильной версии. Кроме возможности поделиться ссылкой, насколько я смог заметить, функционал однотипный. Вот я создал новую группу. Здесь для старта голосового чата нужно кликнуть по названию сначала. И так же, как в десктопе, запускаете чат и выбираете. От собственного имени или от имени группы вы будете вещать. Все. Я появился. И здесь в настройках можно пригласить участников. Так же выбрать или бинго скопировать ссылку в буфер обмена. Дальше вы можете отправить ссылку в личном сообщении либо поделиться ей в сети, то есть сделать анонс мероприятия. Кстати, очень удобно сделано окно в окне. Либо три основных кнопки, либо можно развернуть весь чат. Так, пока никто не появился, можно посмотреть настройки. Собственно, если действовать по аналогии с клубом хаоса, то надо ставить новые участники не говорят. Ну то есть это аналог слушателей в комнате. В общем, никто не появляется, потому что появляться некому, поэтому отправим ссылку. Она в буфере обмена. Вообще, это наверное недостаток, нельзя отправить ссылку на сам чат. Вы в данном случае отправляете ссылку на группу, в которой запущен чат. И по-моему человеку сначала нужно вступить в группу, а потом уже примкнуть к разговору. То есть вот такого вот свободного брожения, как в клабхаус, тут нет и это скорее недостаток. Вообще-то первое знакомство с чатами в телеге. Я спешу сделать скринкаст. Завтра, то есть 23 марта, мы будем тестировать приложение всей теплицей и я, кстати, приглашаю всех желающих. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии, но попозже, когда создадим. Я там буду. Намечено на 18.00. Будет возможность пообщаться. Заходите. Ну и там уже я посмотрю голосовые чаты в действии. И может быть сделаю продолжение темы, если обнаружится что-то новое. Итак. О, появился участник. Класс. Сейчас она не может участвовать в беседе. Стоит запрет для новых участников. И вот она поднимает руку. Даже не руку, а всю себя она поднимает. Очень мне нравится, как она поднимает руку. И соответственно ей можно разрешить говорить. Теперь Наташа может говорить. Отлично, говорит Наташа. Не будем это воспроизводить. И также, учитывая, что я администратор, я могу выключить ей микрофон. Ну то есть, если по аналогии с Клабхаус, вернуть обратно в слушателя. Или могу ее еще и исключить. То есть выгнать не только из голосового чата, но и из группы. Вернем незаслуженно изгнанную Наталью и продолжим разбираться. Запускаем еще один голосовой чат. На Наталье приходит уведомление, что стартанул чат, и она опять здесь. Кстати, настройки доступа не сохраняются. Это важно. Сейчас все, кто зашел в чат, могут говорить. Но их можно выключить. Красный микрофончик — это значит человек-слушатель. Он не сможет участвовать в беседе. Серый перечеркнутый — значит человек сам отключил микрофон. Ну то есть, он спикер или админ. Ну вот видите, у Натальи теперь серый микрофон, просто она сама его отключила. А теперь подключила. Что еще? Здесь в настройках можно изменить название чата. Ну то есть группа — это одно, а чат в ней будет что-то другое. Название чата, если вы выйдете и запустите чат снова, также не сохраняется. Что касается, собственно, администрирования. Это тоже, на мой взгляд, не так удобно, как в Clubhouse. Запускать и администрировать чаты могут только администраторы группы или канала. И это немного урезает возможности по привлечению внешнего администратора на конкретный чат. Ему придется давать административный доступ к группе, а это не всегда безопасно. А в самом чате админы не могут выкинуть друг друга из чата и даже если отключат микрофон, второй админ его может самостоятельно включить. А вот возможность записывать эфир — это, на мой взгляд, скорее благо. Если, конечно, эфир интересный. Но не знаю, делайте ваши ставки, конечно, но если Telegram чуть-чуть докрутит голосовые чаты, шансов у него, на мой взгляд, побольше, чем у Clubhouse хотя бы в силу несороазмерных стартовых позиций. Все любите друг друга и все-таки мне кажется, что общаться надо оффлайн, а свободное время тратить на созерцание вселенной, отраженной в капельке расы на траве. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.